Депутат партии ОПЗЖ Илья Кива устроил скандал в одной из многоэтажек Киева, где у двух семей возник имущественный конфликт по поводу квартиры. Кива уже прояснил ситуацию. Он уверяет, что некие рейдеры пытались при помощи полиции выселить из законной квартиры мать с ребенком. В ходе ссоры он обзывал правоохранителей уборотнями и требовал сказать, сколько им заплатили за соучастие. «Когда я занимался спортом, мне позвонила женщина и умоляла о помощи, потому что в ее квартиру вместе с сотрудниками полиции вламывались бандиты. Ее фактически в условиях этого карантина пытались выкинуть из собственной квартиры. Это хорошо организованная банда рейдеров», — рассказал Кива. Примечательно, что доказательств своих слов он не предоставил. Стоит отметить, что ругался Кива без защитной маски. Когда ему на это указали, он ответил «без маски, чтобы таких, как вы, заражать». Журналисты взяли комментарий киевлянина Олега, которого Кива называет рейдером. Тот все обвинения отрицает. С его слов, квартиру он купил законно на торгах в системе Сетам. Официально в квартире никто не проживал, однако по факту оказалось иначе. Ее арендовала у бывшего владельца женщина с 17-летним подростком. «Приехал сегодня, хотел зайти в квартиру, но она была закрыта», — рассказал мужчина. После этого он вызвал полицию, чтобы при ней открыли дверь. «Когда я его, Киву, спросил, зачем он приехал, он сообщил, что его позвала совесть», — рассказал Андрей. Он уточнил, что на документы собственности на квартиру тот смотреть не захотел, а сразу набросился с обвинениями. Ранее в СМИ сообщалось, что Кива рассказал, как сбежал из офиса генпрокурора от подозрения. Дело заведено из-за драки между Кивой и Майманом, которая случилась в январе 2020 года. Ветеран АТУ уверяет, что нардепу подозрения вручили, подписанное лично генпрокурором Ириной Венедиктовой. «Он хотел встретиться с Венедиктовой, но наткнулся на группу прокуроров, которая вручила это подозрение», — сообщил он. «Потом начнутся суды. Главное, чтобы он на них пришел. Будет весело. Одним клоунам в стране станет меньше», — рассказал Майман. Информацию частично подтвердил сам Кива. Он уверяет, что ему пришла повестка по делу о драке с Майманом. Однако с его слов в пятницу он явился к Венедиктовой не из-за этого вопроса, а с требованием подписать подозрения экс-президенту Петру Порошенко и экс-главе Одесского правого сектора Сергею Стерненко. Однако что-то пошло не так. Депутату попытались вручить подозрение, но он сбежал. Прождал ее полтора часа, она так и не вышла, но пришли вооруженные люди, которые пытались вручить мне подозрение, нарушая все мои права, не предоставив возможности связаться с адвокатом, а также пытались задержать меня в приемной. «Я вышел, сел в автомобиль и уехал», — рассказал Кива. Он разразился громкими обвинениями в адрес не только Маймана, Порошенко и Стерненко, но и Венедиктовой, называя их преступниками. «Венедиктова — предатель, которая дорвалась к власти», — заявил представитель ОПЗЖ. Он сорвался на матерную речь, пообещав всех сгноить в тюрьме.